Друзья, всем привет! Что же, сегодня, наверное, самый такой знаменательный день для компании Xiaomi и ее фанов. Официально было объявлено о том, что вместо MIUI будет Hyper или HyperOS, как кому удобно, так и называйте. Пока я хотел сделать одно видео, меня опередила другая тема, а именно выход или слив прошивки и то, что из нее начали вытягивать стоковые обновления, о которых в сегодняшнем видеоролике и я вам расскажу, потому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. И сразу я вам хочу сказать или же даже предупредить, что эти обновления не очень коварны и потому лишь только на свой страх и риск их стоит устанавливать. И все обновления из сегодняшнего видеоролика вы сможете найти в нашем телеграм-канале и ссылки будут в описании. Подопытным у меня выступает Xiaomi 13T. Также я эту всю еще историю провел на Poco F3 и на Poco F5. И также многие наши пользователи в телеграме в комментариях сообщали, что практически на все те аппараты, которые являются актуальными, все это добро можно установить. Так вот, что собой являет HyperOS? Наверное, самое крутое и самое значимое изменение это вот такая шторка. Да, друзья, без всяких там колхозавриваний и прочего оно устанавливается с помощью лишь одного файла. Да, тут можно найти некий недоперевод вот здесь внизу и он называется как Edit. То есть изменить и вы можете перетащить дополнительные ползунки себе в основную шторку. И это единственный тут такой момент и нюанс. Все же остальное будет полноценно работать и, соответственно, переходить во все эти разделы. Что-то местоположение и что другие как бы опции. Конечно, многие ждали такую тему как плеер в шторке. И, наконец-то, мы этого дождались. Так вот, давайте посмотрим, как он будет работать. У меня есть Spotify и давайте запустим музыку в этом плеере. Мы опускаем дальше шторку и вуаля, у нас все работает. Единственный есть момент, когда мы нажимаем вот сюда, у нас ничего не появляется. Даже если делаем удержание, ну и тому подобное. Но что также немаловажно, из этой шторки мы можем песни переключать. И оно работает очень корректно. Все также можно и отметить насчет Wi-Fi и мобильного интернета. Все также будет работать без всяких проблем. И устанавливается оно, хочу вам сказать, только на MIUI 14 вместе с Android 13. На 12-й Android там люди пробовали ставить, но я, честно говоря, не рискнул бы это делать. Ну а так, вот можно получить такую интересную шторку на своем аппарате на MIUI 14. Следующие изменения, которые также можно отметить, это будут у нас в приложении безопасность. Но, к сожалению, безопасность будет на английском языке. Ну или же будет такая, знаете, колхозная локализация. То есть где-то будет локализировано, где-то будет чисто английский. Но меня лично больше всего заинтересовал раздел под названием батарея, где добавляются интересные фишки. Для начала давайте посмотрим то, что у нас добавляется такой раздел, как текущий режим. То есть у нас может быть либо режим производительности, либо сбалансированный, либо же экономия батареи, или ультра экономия батареи. То есть все находится в одном разделе, и это очень, конечно, удобно. Дальше у нас еще появляется такая штука, как защита батареи. То есть тут у нас переносится температура и количество зарядок за текущий день. Ну и, конечно же, оптимизированная зарядка, куда же без этого. Если же мы с вами хотим получить дополнительные опции, то мы можем с вами получить все то же самое, что было у нас до этого. Это там очистка кэш и блокировка приложений. Да, это отлично. Но также у нас еще появляется Night Time Mode. И он позволяет при его активации выключать на ночь те задачи, которыми мы не пользуемся. То есть улучшать, скажем так, автономность нашего устройства и чуть дольше продлевать ему жизнь от одного заряда. Да, это удобно. Да, это практично. И это многие пользователи ждали. И плюс еще у нас, конечно же, есть некий такой чекап или проверка состояния нашей батареи. То есть что можно отключить, что можно удалить, ну и так далее. То есть это очень удобная история, которая вот в HyperOS или в HyperOS появляется. Многих, наверное, расстроит история, что нет у нас отображения количества работы экрана. Но тут уже как бы что поделать. Тут уже мы ничего изменить не сможем. Также я еще могу отметить приложения, которые у нас касаются заметок. Их также обновляют. И версия будет у нас получается 7.08, по-моему, да. И тут важно понимать, что в заметках лишь только будут изменения шрифтов, ну и тому подобное. То есть чего-то сверху вау тут не добавляется. Чего не скажешь о приложении Калькулятор. Как вы можете заметить, внешний вид полностью меняется. Он, так скажем, под HyperOS у нас будет становиться. Ну и, конечно же, разработчики улучшают алгоритм работы Калькулятора. И еще есть одно интересное приложение, о котором хочется вам рассказать. Это приложение Галерея. Версия, для того, чтобы вы сразу понимали, у нас будет 3.6.06. Значит, что Галерея нам позволяет тут понимать? Во-первых, у нас внизу, вот смотрите, есть разделение фото и альбомы. Такой некий появляется у нас с вами редизайн. Плюс еще мы с вами тут можем наблюдать новую компоновку фотографий. И в трех точках у нас с вами будет находиться все то же самое, что было у нас до этого. То есть все фотографии и именно фотографии камер. Если же мы с вами переключаемся на альбомы, то тут, в принципе, у нас ничего нового не появляется. Но как только мы опускаемся чуть ниже, у нас появляется некая такая градация или компоновка по фотографиям. Это портреты, селфи, это ускоренная съемка, замедленная съемка документов и тому подобное. То есть вот эта работа искусственного интеллекта очень-таки интересная. И еще одно обновление, которое не вошло в эту подборку, но которое также меня заинтересовало, это приложение Погода. Оно очень крутое. Честно, мне оно очень зашло. Да, на глобалку пока что не прикрутить, но я надеюсь, что в скором времени все же получится каким-то макаром попробовать ее на глобальной прошивке и получить все то, что есть на сегодня в этом обновлении. Что же, друзья, вот такие истоковые обновления на сегодняшний день. Честно говоря, я в неком восторге от виденного, потому что разработчики наконец-то начали работать над своей прошивкой. Да, это уже будет не MIUI, но я думаю, что смысл, конечно же, останется тем же. У меня также в планах есть выпустить видеоролик отдельный про HyperOS, где я вам расскажу свое мнение и свое видение того, что будет с прошивкой Xiaomi как на китайском рынке, так и на глобальном рынке. Потому что, ну, сложилось уже определенное мнение, которое также хотелось бы вам рассказать. Поэтому не пропускайте новые видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, подписывайтесь на все наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех актуальных обновлений и новостей о компании Xiaomi. Ну и также в комментариях напишите, что вам из сегодняшнего видео больше всего понравилось. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok